свидетельствовать о своей жизни. Я подумал, как это сделать более коротко и донести всю суть, и постараюсь вам это рассказать. Я родился в семье военного, бывшего военного, и в нашей семье всегда был порядок, и послушание было на первом месте. И в 14 лет мне уже все это надоело, и я решил уехать из дома. Уехал в столицу, поступил в лицей, начал учиться. И тогда в моей жизни появились очень нехорошие вещи, потому что я был вдалеке от родителей, за мной не было присмотра. И компания, которая была у меня, была не самой лучшей, и жизнь моя начала скатываться вниз. Там были гулянки, там был алкоголь огромное количество. И для меня это было вау, если ты там немножко выпил, то ты крутой, то ты самый лучший. И постепенно от компаний, переходил в другие компании, намного хуже, намного хуже. И моя жизнь, просто если провести линию, это была просто наклонная черта вниз. В 17 лет, примерно, когда я закончил уже школу, мне все равно не хватало этой свободы, которая у меня была. И я решил что-то поменять и переехать в Болгарию. Переехать сюда в университет, еще подальше от родителей, потому что они все равно говорили, «Рома, ты не так делаешь, это нельзя, это нехорошо». Я никого не слушал, я был уверен, что круче меня только горы, что я все сам могу сделать, что кто может мне помешать. Если я это захочу, я это сделаю. И вот по переезду в Болгарию, у меня жизнь, скажем так, с финансовой точки зрения пошла хорошо. У меня была хорошая работа, у меня был свой маленький бизнес, деньги приходили, они мне вскружили голову. И я еще больше углубился в эти компании, в эти гулянки, тусовки. Моя жизнь еще больше начала скатываться. Доходило до такого, что я просто уходил в запой на месяц, на два и так далее. Это были просто там. И я помню, это было года три назад. Я сплю, вот как вы все когда спите, у вас темно, вы закрываете, в комнате темно, вы закрываете глаза, темно. И вот я закрыл, было темно, и такой луч света, у меня все светло. И голос говорит, такой отчетливый голос, ты должен измениться. То, что если ты так продолжишь, ты очень быстро закончишь, до хорошего тебя это не доведет. Я проснулся, в комнате все так же темно уже, это не могу понять. И понял, что жизнь, которую я проживаю, она не самая лучшая, не самая хорошая. Тогда я не был знаком с Богом, с Иисусом. Я просто понял, что, ну да, надо приостановиться с алкоголем, с этой компанией немножко не связываться с ними, делать где-то добрые дела, и все будет хорошо. И получается вот та наклонная, которая шла вниз, она остановилась и просто шла ровной линией. Ни вверх, ни вниз, ничего. Просто ровной линией. Я продолжал жить. Там изредка, да, были гулянки, были тусовки, но это все было так. Уже я считал, что я изменил свою жизнь, что у меня все хорошо. И, ну, проблема с алкоголем все равно присутствовала. Все равно были 2-3 дня, когда я просто уходил в никуда. И были проблемы также и на личном фронте. Все девушки, с которыми я ознакомился, рано или поздно они предавали меня, извиняли мне. И было такое ощущение, я уже в один момент так разочаровался, что все, я всю жизнь останусь один, у меня не будет ни жены, ни детей, лучше одному. Зато без предательства, без огорчения, без боли. И такой переломный момент был в Новый год, когда тоже появилась девушка, которая говорила, что ей все достало, что все мужики, козлы, что им нужно одно и то же. Я поверил, доверился, привязался очень сильно. И буквально через месяц получил ответный удар. И вот этот ответный удар был очень больным, потому что я уже был здесь, в Болгарии. И у меня появились суицидальные мысли, потому что сидишь и думаешь, а зачем жить, если ты не создашь семью? Если многие из твоих знакомых считают, что ты живешь какой-то не такой жизнью. И вот как сейчас помню, был у маяка, который здесь в арне, и такая мысль пришла в голову. Вот есть машина, вот взять, вот своя, взять, сесть в нее, разогнаться там под 150 км в час и врезаться в какое-то дерево широкое. Все, моментально, смерть, все, ты не живешь. Никаких проблем, никаких забот, ничего. Все, тебя уже нет, ты не мучаешься. И в тот момент, вот это я сейчас начал понимать, что Бог меня уберег и послал мою любимую невесту, чтобы она мне написала, чтобы она меня поздравила с покупкой машины, с исполнения мечты, и в ней я всегда видел особенного человека, кого-то необычного, не похожего ни на кого. И мы начали общаться, начали переписываться, и сразу появилось желание жить. Желание жить, но я перед этим себе дал слово. Все, больше никаких отношений, и тем более никаких отношений на расстоянии. А она живет в Молдове, а я здесь в Болгарии. У меня работа, у меня свой маленький бизнес, думаю. Не-не-не, я себе дал четкое обещание. Никаких отношений, никаких отношений на расстоянии. И случилось так, небольшая трагедия, там двоюродная сестра у меня умерла, и я приехал в Молдову на похороны. И такое тоже состояние, все-таки родной, близкий человек покидает меня. Настроение просто отвратительное. И сообщение, вот про мои прекрасные, в тот момент просто друга. Не хочешь увидеться, мы прогуляемся, все, подниму тебе настроение. И я приехал к ней в город, мы вышли с ее младшим братом, прогуляли, они мне подняли очень сильно настроение. И когда я уезжал, мне уже надо было уезжать в Болгарию, у меня вот что-то щелкнуло, а может все-таки попробовать еще раз, еще раз предложить отношения, может это поможет построить семью. И я поговорил с ней, она говорит, она из верующей семьи, и сказала мне, что мы верующие люди, у нас другие принципы, не такие, как в этом мире. И я говорю, хорошо, нет проблем, я согласен, я хочу побывать у вас в церкви, у вас на служении. И вот первое мое служение, как сейчас помню, было на ее день рождения. Я перед этим полтора месяца работал без выходных, чтобы меня отпустили на день рождения. Я приезжаю на день рождения с Болгарии в Молдову, попадаю на служение, как-то все поют, прыгают. А я привык, я ходил в православную церковь, я привык, что ты там становишься на колени. Есть батюшка, он читает молитвы, и все, все молчат и слушают. А тут все радостные, прыгают, молятся. Тогда ребята молились на иных языках, я пытаюсь, вроде они со мной говорят на русском, на болгарском, а тут они на каком-то непонятном языке что-то говорят. Я не могу понять, что это такое. И постепенно начал читать Библию, начал общаться в церкви. И видения были также во снах, я сам поверил, сам начал свое знакомство с Богом. Но когда я приходил в церковь, я поначалу был обычным прихожанином, и злые силы меня не трогали еще так, потому что они знали, что я еще колебаюсь, во мне есть сомнения, я еще не на 100% уверовал. Но когда я уже уверовал на 100%, когда я начал служить в церкви, тогда начались огромные атаки. И не зря есть место из писания, что враги человека домашние его. И первые, первые, кто на меня начали ругаться, начали, это были мои родители. Они всячески меня обзывали, называли предателем семьи. Я не отступил, я шел дальше по своему пути знакомиться с Богом. И получилось так, что дошло до такого момента, что они меня выгнали из дома, что они не собирались жить с предателем, это они меня за сына не считали. И все мои друзья, которые считались моими друзьями, тоже их истинное лицо открылось. Открылось, что они были со мной, не потому что я там где-то хороший человек или что-то, а потому что со мной можно затусить, я могу где-то угостить и все. А все их слова, которые, да мы за тобой горой, что мы в любой момент поможем, поддержим тебя, это были обычные простые слова. Но здесь меня в этой тяжелой ситуации, потому что дьявол специально атаковал, чтобы посеять во мне сомнения, но я не отступил, потому что у меня появились друзья, друзья из церкви, верующие, которые подняли меня, сказали, Ромчик, мы тебя не дадим упасть. И вместе со мной, семья пастырев в Молдове, Альбина, вместе со мной, они проходили эти испытания, потому что испытания были очень серьезные. Помимо того, что там родители выгнали, проблемы с работой, мой маленький бизнес прикрылся, финансовые большие проблемы, но я не унывал. Я продолжал дальше служить в церкви, помогать, мы начали строительство церкви. И все в моей жизни, была наклонная вниз, потом ровная, прямая. И в момент, когда я познакомился с Иисусом, когда за меня помню этот день, перед моим, то, что здесь в Баварнии я жил, мне тоже все надоело, постоянно меня гнобили, что я не так делаю, что я глупый, что я дурак и так далее. Самый плохой человек, все мои бывшие мои друзья делали, что мне все тут надоело, и я собрал вещи и уехал в Софию на два месяца жить. И вот перед моим отъездом я был в Молдове, за меня помолились в церкви, и я просто почувствовал, как через меня прошел святой. У меня просто все мои переживания, всем это, они просто ушли. Ушли, у меня слезы рекой, просто это непередаваемое ощущение. Но в тот момент я понял, что все у меня в жизни будет хорошо. И вот с того момента линия моей жизни пошла вверх. У меня все начало получаться, но любой мой вопрос, я не успевал задать, не то, что не успевал его загуглить, у меня моментально приходил ответ на мои вопросы, на мои нужды. И постепенно, постепенно все начало улучшаться. И с родителями у меня начинают уже взаимопонимание, взаимоотношения намного лучше, чем было в самом начале. Бог велик, Он, если Богу угодно пути человека, Он и врагов их промирит. И родители уже начинают склоняться к тому, что я действительно, возможно, еще пока возможно, они не уверены на 100%, что мой выбор правильный. Но я уверен в себе, что мой выбор на 100% правильный, что я выбрал следовать за Иисусом Христом. И много-много всего в жизни, если это начинать, мне и двух часов не хватит рассказывать, потому что я столкнулся с этим, что Бог действительно делает чудеса. Если ты Его попросишь, если ты уверен в Него, познакомишься с Ним и будешь следовать за Ним, Он твою жизнь, Он тебя не оставит в беде. Если ты все свои нужды, все свои проблемы доверишь Ему, Он тебя не бросит в беде. Он будет всегда с тобой. И теперь у меня даже пропало вот это чувство одиночества, когда я оставался один всегда, я один это. Теперь даже, когда я один в комнате нахожусь, я знаю, что я не один, что рядом со мной есть наш Бог, и Он всегда будет рядом. И я бы хотел сейчас вам, как когда-то мне подарили молитву, и хотел бы, чтобы вы вместе со мной ее произнесли. Хорошо? Все согласны? Можете встать и повторяйте за мной. Дорогой Небесный Отец, прости все мои грехи во имя Иисуса Христа. Я признаю тебя своим Господом и Спасителем. Сделай меня здоровым, счастливым во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь.